1. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? 2. Почему испрашиваете себе крещение? Подробно о причине, когда это желание появилось? Уменьшилось ли оно, твердо ли? Почему именно здесь решили принимать крещение? Обещаетесь ли оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви? 2. Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных? Соблюдали ли посты, среды, пятницы, последний Великий Пост, целиком ли готовились, постились? 3. Обрели ли свободу во Христе Иисусе от домашних своих, родителей, супруга, соседей? 4. По работе всегда посещать богослужения нашей Церкви не менее двух раз в неделю, в субботу вечером и в воскресенье на литургии? 5. Всегда ли вы ходите из храма при возгласе, оглашенной из детей? 6. Обещаетесь ли сохранить всеми силами свободу во Христе во всем и особо на посещение богослужений? 7. Вера в душе смерть, она есть, неприкрытая отречения от спасения, от движения вперед, вверх. 7. Твердо ли обещаетесь исполнять написанное в Библии, каноны соборов, книга правил, устав нашей общины, церковную дисциплину в двенадцати пунктах? 8. Обещаетесь ли быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа, приобретать души для Христа, для Царствия Небесного? 9. Проповедь, свидетельство и жизнью, и словом везде тайна и явна. 10. Разрешили ли свой семейный вопрос, зарегистрированы ли? 11. Если да, то супруг, супруга является законным или законной до смерти его, ее, не имеешь права соединяться с другим. 11. Седьмое. Ваше отношение к людям с двойным дном, к наушникам, с эксотом, разглашающим тайну. 12. Грех Иуды устрашает ли? 13. Пишите ли стихи, рисуете ли? 14. Что и как? 15. Слушаете ли сатанинскую музыку, ведете ли дневник? 15. Веришь ли с нам, приметам? 15. Норма по времени на сон не более семи часов, вставать рано. 16. Какая трата на еду? 16. Упражняешься ли постоянно в милосердии, подаянии и милостынии? 17. Ухаживаете ли за больными, посещаете ли больных, участвуете ли в похоронах, поминках? 18. Порвали ли с вредными безбожными друзьями? 19. Выучили ли отче наш веру и достойно есть Богородица? 19. Обещаетесь ли слушаться, подчиняться своему духовному отцу и наставнику во всем, что касается спасения? 20. Готовы ли советоваться, обращаться к нему за разъяснением? 21. Поставить под контроль все свои поездки? 21. Своими ли руками добываете на пропитание? 21. Или все время тянет в коммерцию, в начальники и руководители? 21. Не иметь от внешних порицания, не кричать во гневе и раздражении. 21. Не надмивайся, не превозносись, бойся слова прелести, не гордись, что где тебе все легко и вот уже в тот грех не впадешь. 22. Святые отцы советуют никогда не встречаться с теми, с кем имел грех, особенно плотское соитие. 22. Беги из этой местности, не ходи мимо того места, беги и не оглядывайся. 23. Дьявол будет искушать мыслью спасти своего партнера-блудника, засвидетельствовать ему, жалеть его будешь больше себя самого. 24. Беги от таких мыслей. 25. Совместно ли квартира, дача, дело, дети ли, все это не стоит разговора, если несет в себе смерть души. 26. Уповай на Господа, беги от греха, беги прочь. 27. В воспитании детей доверься Господу, и все методы воспитания, принятые от людей, если они вопреки Библии, почитай за ничто. 28. Не бойся мнения людей, кто что скажет. 29. Раб чужого мнения не угоден Господу. 30. Желаешь обелить себя в очах Божьих, позволь очернить себя в глазах людей. 31. Мнение людей неверующих – это то же, что крик вороны, жужжание жука, писк комара. 31. Святой Анзел Тауст. 32. Если работа греховна, перемени ее, уйди из учебного заведения, если работа будет не по Евангелию. 32. Заявление о крещении «Я такой-то, такой-то, уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, принимая Его как моего Спасителя, 33. Добровольно желаю принять святое крещение во оставлении грехов и быть членом Святой Православной Церкви. 34. Прошу внести меня в число оглашаемых, готовящихся к окрещению. 35. Обещаюсь исполнять святые евангельские заповеди и посты Православной Церкви и все, чему научаюсь на подготовительных занятиях, 36. Согласно Слову Божию и правил Святых Соборов и Святых Отцов Церкви и бесспорно соблюдать правила церковной дисциплины. 36. Мой возраст. Адрес проживания. Дата. Подпись. Поручители. 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Фамилия, имя, отчество. 3. Адрес проживания. Адрес проживания. Дата. Подпись. Дата. Подпись. 4. Заявление для крещеных о принятии в общину в Церковно-Приходской Совет Крестовозреженкой Общины города Барнаула от фамилия, имя, отчество. 5. Прошу принять меня в общину. Я верю в Господа Иисуса Христа как в моего Спасителя. 6. Уверовал время, место, через кого и через чью проповедь, что послужило обращению ко Кресту, в каком возрасте, подробно. 7. Принял святое крещение. Время, место, кем крещен, крещена в полное троекратное погружение. 8. Обещаю исполнять святые евангельские заповеди и посты Православной Церкви и все, чему научаюсь на библейских курсах нашей общины. 9. Согласно Слову Божию, правил Святых Соборов и Святых Отцов Церкви и бесспорно соблюдать все правила церковной дисциплины в 16 пунктах, подчиняясь всем решениям нашей Церкви и общины беспрекословно. 10. Дата, подпись, возраст, адрес, телефон, поручители, свидетели моего крещения, не менее двух их адреса, телефоны, возраст. 11. Краткая история Крестово-Сдвиженской общины.